Приветствую вас. И надо сказать, что здесь в вашей ситуации все несколько с одной стороны легко, с другой стороны достаточно сложно. Точнее не сложно, а просто не однозначно, да? Причина, по которой вы боитесь общаться с братьями очень простая оценка. Братья могут вас оценить по вашему мнению, поскольку своих собственных представлений о себе у вас нет, то, соответственно, поскольку своих собственных представлений о себе у вас нет, то вы ориентируетесь на этих людей, на всех, кто вас оценивает, и боитесь, соответственно, что братья оценят вас негативно. Вот, потому что если братья вас на сцене негативно, то вам, по сути, ничего не останется, кроме как считать, что с вами что-то не так, а вы говорите, что хотите всегда быть, ну, нормально, как все остальные дети. Вот, при том, что занудой вам быть не нравится, при том, что сами собой быть вы не можете, это, конечно, противоречит. С одной стороны, хочу быть как все, с другой стороны, не нравится, что не могу быть сама собой. Ну, вот, чем больше вы не сами собой, тем больше вы не как все, и тем больше вас осуждают. То есть вы боитесь оценки других людей. И вы боитесь того, что люди вас оценят негативно. Надо именно на это обратить внимание. И как бы поработать с этим нужно. Следующий момент. Не очень понятно, как бы, вот вы говорите, что в моем окружении не принято не общаться с родными. А если вы не будете общаться с родными, то что ваше окружение сделает? Оно вас отреенит, оно вас оттолкнет, оно вас... Ну, что оно сделает с вами, ваше окружение, если вы, ну, не захотите общаться с своими родными? Ну, что произойдет в таком случае? Вот. Вы останется одна, может быть, или как? Вот. То есть, какие вещи будут... Какие моменты произойдут? Вам нужно одобрение братьев, одобрение мамы, одобрение папы. Вот. При том, что вы не слышите себя, не доверяете себе, своим чувствам, и... По факту следуйте тем интроактам, тем указаниям, приказам, которые идут обратно от родителей, в том числе. Потому что у вас нет собственного вектора в жизни. Ваш сектор в жизни – это стараться оправдать ожидания других людей. Стараться быть идеальной для всех. Стараться быть просто идеальной. Это невозможно, это уходит куча энергии, вы себя истощает. При этом, вряд ли вы даже не догадываетесь о том, что... Ну, как бы... Что вами двигает, да? Вот какая движущая сила у того, что вы делаете. А с этим поработать очень важно. Ну, важно, чтобы вы увидели вот эту движущую силу. Важно, чтобы вы обнаружили её. Важно, чтобы вы посмотрели, что там в итоге-то. То есть, в итоге я могу сделать что-то, за что меня будут все хвалить? Это реально? Ну, то есть... Это реально? Всю свою жизнь положить на то, чтобы вас хвалили? Чтобы вас одобряли? В этом выходит? Или, если я буду для всех идеальной, то меня защитят. И меня защитят. От чего меня защитят? От чего меня защитят? Постарайтесь подумать об этом. Это важно. Вот. Не столь важно, почему вы боитесь общаться с братьями. Сколь важно ваше психическое состояние. Психологическое состояние, эмоции и чувства. И то, какие мысли вызывают эти эмоции и чувства. Какие конфликты стоят за этим. Вот. Это куда важнее. Поэтому, ээээ... Это такой момент. Следующий момент. Мне кажется, что... у вас, ну, как бы, что вы подавляете многие чувства, в том числе обиды, негатив, это в вас, как бы, присутствует, да, оно у вас есть, оно, вы привыкли сверх подавлять, и подавляя вы чувствуете все это вину, но оно в вас, вот, и, как бы, моя гипотеза, она состоит в том, что когда чувство обостроится, ну, скажем там, протест обостроится, допустим, допустим, когда обострается протест или когда обострается несогласие, вы начинайте испытывать повышенное чувство вины, это, как бы, вытеснение, вы вытесняете протест к чему-либо чего вины? Но процесс остаётся, никуда не уходит, не уходит обиды там и всякое такое, на братьев, на маму, на папу и так далее. И вам необходимо это выразить в техниках, необходимо это выразить, выплеснуть, вытащить. Следующее, это, как мне кажется, непонимание от того, как относятся к вам люди, вообще. То есть непонимание от того, что люди, в общем-то, преследуют свою цель, кто угодно, да. И так всегда бывает, что кроме вот самых близких, искренних отношений, люди, общаясь друг с другом, они преследуют свою цель. И они не видят другого человека, но видят то, что хотят, то, что нужны им. И вам, вы знаете, вот что вы делаете? Вы делаете примерно следующее. Если кто-то, например, например, брат, сказал мне, что я плохая, значит, я плохая для всех. Если брат сказал, что я плохо танцую, например, значит, я плохая. Я из-за того, что я плохо танцую, я плохая вообще. То есть у вас идёт перенос на всю себя. Знаете, какая штука, какая штука. Это вот проблема с ответственностью. То есть как бы я не могу признать, что у меня что-то плохо получается. Я не могу признать, что я действительно могу плохо танцевать, могу плохо выглядеть. Там, не знаю, могу плохо петь, плохо гопевать и так далее. Но это не значит, что я плохой человек. Вот. И само, вот это само понимание плохо, да, вот что такое плохо. Вот что такое плохо. Вот. Вот это оценка. Оценка других людей. И оценка других людей стала единственным мотивом вашим для того, чтобы двигаться, ну вот, чтобы двигаться вперёд. Не вы сами, не ваши желания, а оценка других людей. И в этом нет ничего плохого. Конформизм, как и любые другие стратегии, модели социального поведения, они имеют место быть. И конформизм имеет место быть. Но, момент в том, что вам в конформизме некомфортно. Ну, иначе бы вы не писали нам на сайте. Вам некомфортно растворяться в других людях. Некомфортно не быть собой, например, там, не знаю, с семьёй, там, и так далее. И, в свою очередь, это означает, что что-то вас противится. Что-то вас протестует. Вы это практически не понимаете, но вот это вас протестует. Мне кажется, что для того, чтобы быть гармоничным, да, вам и целостным, вам необходимо вот эту вот протестующую свою ипоставь вытащить, прислушиваться к ней, сделать её часть себя, интегрировать её в тело своей личности, и тогда вы сможете адекватно общаться не только с братьями, там, мамой и бабой, но и вообще со всеми людьми. Конечно, конечно, и вовне эта штука, вовне точно нужно какой-то мотив искать. То есть, что я хочу делать по жизни, куда я иду по жизни, что для меня важно по жизни, что я готова ради этого, там, делать, там, да, как бы, на что я готова ради этого. То есть, эти все вещи, их тоже важно, ну, понимать, важно отдавать себе в этом отсчёт, да, вот. Потому что, если, как бы, ну, это же определённая работа, да, над собой, а зачем? То есть, если я не понимаю, зачем мне это нужно, да, вот, просто зачем, то, как бы, ну, какой мотив, какой мотив, вот, какая мотивация будет, да? То есть, там, условно, вот, все люди, там, грубо говоря, успешные, да, вот, ну, настолько, насколько каждому человеку позволяют его способности, вот, удача, форс-манёры и так далее. Каждый человек, который, вот, добился какого-то успеха, абсолютно любой человек, вот, добивает успеха исходя из совокупности, там, нескольких факторов. Первое, успех, вот, ой, простите, простите, первая удача, форс-манжёр, значит, свои способности, ну, то, что у человека есть, его средства, его ресурсы и мотивация, знаете, вот. И не обязательно у всех людей должна быть сильная мотивация, не обязательно у всех людей должна быть чёткая цель, нет. Если бы у всех людей все было бы одинаково, то все были бы одинаковы, нет, я так не работаю, у всех все разные. И вот вам необходимо найти, найти именно вашу картинку, именно ваш пазл, который, вот, сложится причудливым образом так, что это будет ваша, ваш ориентир по жизни, и вы будете к нему идти. У каждого человека своя направленность, своя структура, своя цена за то, что он делает, потому что, условно говоря, было много людей успешных, которые могли бы стать ещё более успешными, да, но они не становились, потому что делали выбор, там, пользуясь чего-то другого. Они говорили, нет, всё, эта цена была слишком высокая. А кто-то, нет, кто-то платил любую цену ещё и, как бы, проходил определённый путь. То есть вам, наверное, какой путь вы идёте, вам нужно больше внимания обратить на свою жизнь, вот, на себя и я, куда я иду сама. Вот я сейчас, там, условно, для мамы, бабы, там, да, там, там, и т.д., а их не станет, что будет, вот, как бы. Ну, для этого нужно учиться, слушать, слушать себя и как-то, вот, понимать, да, где, в общем-то, здравая идея, вот, она становится уже несколько нереальной для вас, т.е. где вы бы сами решили, что, нет, это слишком, это нереально, это как-то странно и вообще, и вообще, вот. Понятно, да, надеюсь, надеюсь, что я имею в виду. Вот, до приезда брата зимой есть время, поэтому выбирайте себе специалиста и начинайте работать, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь, желаю вам всего самого доброго и удачи.